Аллилуйя! Слава Богу! Друзья, приветствую всех! Славим Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Возлюбленные сегодня утренние молитвы проходят здесь, в нашей Киевской архиепископии. Сегодня чтение Слова Божьего, молитва, и верующие разных церквей, конфессий, динаминаций присоединяются к этой молитве, по традиции уже такой сложившейся. Здесь, в часовне святого Иосифа Праведного, Иосифа Прекрасного. Итак, читаю Слово Божье сегодня, молитва в нашей Киевской архиепископии. Вообще, трансляцию обычно в нашей Киевской архиепископии я провожу в 6 утра. Каждое утро в 6 утра, в 6 на 0 по киевскому времени. Но сегодня, в субботу, имею возможность здесь, в часовне в храме, в часовне святого Иосифа, имею возможность тоже делать трансляции и подключаться в такой молитве, в чтение Слова Божьего. И я, архиепископ Сергей Журлев, ваш покорный слуга, ради Господа, вот читаю Слово Божье. Посланник евреям, апостола Павла, чтение. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесну и величие на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой возлюбленный, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводят первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими, духов и служителями своими огонь плавящий». А о Сыне, престол твой Божий вовек, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменятся. Но ты тот же, и лето твои не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Воссядь, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Аллилуйя! Действительно, это так. Действительно, ангельский мир – это служебные духи, посылаемые на служение нам, людям. То есть, это служители Божьи. Это ангелы Господни, посланники Всевышнего. Есть очень красивая песня еврейская, которая поется каждый шаббат, фактически. Да, мы поем это каждый шаббат, и в пятницу вечером обычно я пою тоже со всеми любящими Господа и ожидающими избавления. Пою также вот это красивое песнопение. «Ах, шалом алейхем, малахей нашарет, малахей ей йом, ми мэлех, малахей аллахим, такадош баруху». «Приходите, ангелы, посланники Всевышнего, приходите с миром, ангелы Господни». Потом «пребывайте с миром, ангелы Господни, посланники Всевышнего». А потом в конце поется, ну и «пребывайте с нами», потом «и уходите тоже с миром, ангелы Господни, посланники Всевышнего». Очень хорошая песня, такая очень трогательная такая, и в разном исполнении слышал я ее, и она мне очень нравится, И гениальность именно еврейского сердца, еврейской души в том, наверное, что нет переступания за эту опасную черту, за эту опасную грань, за которую, к сожалению, большинство христиан так или иначе переступило или переступает. К сожалению, в первую очередь я, конечно, говорю за нас, за православных, но и вообще за всех христиан так или иначе, потому что, друзья, дорогие, к сожалению, в нашей традиции православной, ну и наши западные братья-католики тоже, в принципе, в этом, к сожалению, преуспели, есть практика молитвы ангелам. Поприветствовать ангелов – это одно, это уже такая черта, будем так говорить, это граница, граница, вот я проводил семинар такой, да, меж границами, меж теснин, назвал я его. Это традиционно называется в еврейской традиции время от 17-го Тануза до 9-го Ава. Сегодня, кстати, у нас 23-е число месяца Ава, значит, 5778 года о сотворении мира, в библейском, если исчисление читать, о сотворении мира от нашего пра-пра-пра-отца Адама и праматери Евы. Вот, да, 5778 лет прошло, сегодня уже завершение месяца, 23-е число, ну хотя неделя еще остается у нас, следующая суббота будет завершение, такое же полное завершение, окончательное завершение этого месяца, 30-е число будет уже месяца Ав, вот, и, ну это будет уже новомесячье, потому что следующий месяц Элуль как раз имеет новомесячье два дня в традиции, древнееврейская традиция, вот, и мы православные реформаторы, обновленцы, конечно, эту традицию очень сильно изучаем, интересуются, потому что это наши корни, это корни нашей веры, это корни нашей традиции, да, по большому счету, не только наши православные традиции, вообще всего христианства, по большому счету, это корни всего христианства, основания, как бы, вот, поэтому, Ну, то есть, чего мы проистекли, и очень многие вещи, они становятся понятными нам, но вот о той опасной черте, границе, которую, к сожалению, мы православно переступили и переступаем до сих пор, к сожалению, я уже нет, я в этом покаялся, в 96-м покаялся и отказался от этой традиции. Это традиция молитвы ангелам, молитвы ангелам, как именно посредникам, якобы посредникам Богу, якобы ходатаем к Богу, молитвенникам нашим за нас, якобы ангелы молятся за нас, якобы вот к ним обращение наше, нет, безусловно, все молятся, и мы молимся, так, безусловно, но ангелам нет, увольте, нет, только Господу Богу. Нам, людям, человеческим существам, Бог вложил в сердце ту бездну, которая может быть только лишь бездной всемогущего Бога заполнена и удовлетворена. Душа человеческая может быть лишь бездной милосердия и любви нашего Небесного Отца, Бога Великого и Его, Бога Авраама и Исаака Якова, Бога патриархов и пророков, возлюбившего мир и отдавшего самого себя свою жизнь, свою кровушку за нас, отдавшего Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Он этот мир. Слава Богу всемогущему. Вот, и наши молитвы сегодня не ангелам, а самому Господу, а личность Иисуса Христа, ради которой было все сотворено, это видимое и невидимое, через которое было сотворено все, и для которого было сотворено. Действительно, уникальнейшая личность во Вселенной, не имеющая аналогов совершенно. Иисус Христос неподражаемый, неповторимый. Иисус Христос, здесь о нем говорится в этом посланнике времени, потрясающее слово, что действительно Сын Божий, Сын Божий. И вот это откровение, которое вот два тысячелетия уже созидает Церковь Христову, что Он, Иисус, есть Христос, Сын Бога Живаго. Иисус есть настоящий Христос, Сын Бога Живаго. Это откровение, скажу вам, дамы и господа, братья и сестры, это откровение всех откровений. Это действительно, ведь Иисус после этого воскликнул и сказал Петру, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти и кровь тебе это открыли, а Отец Мой, сущий на небесах, да святятся ими Его. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому ангелы, служебные духи, как они здесь описаны. И картина в этом послании к евреям раскрывается в первой главе, удивительнейшая картина, что однажды первородного во вселенную Бог каким-то образом вводил. Нам, уму человеческому ныне, земному, находящемуся на этой планете, невозможно себе представить ту картину, которая происходила тогда, первородного во вселенную вводил Бог. Каким-то образом Иисус и Ишуа, первородный, был закрыт от ангельских миров, и ангелы восхваляли Бога, но однажды, я так представляю себе картину такую, однажды было очень интересное служение. А не все служения интересны, но это служение всех служений было точно. Это была в их ангельских мирах самая памятная была вещь. Однажды Бог сказал, ангелы, вы прекрасны, спору нет, однако ж у меня для вас есть сюрприз. Сюрприз, какой сюрприз, какой сюрприз. А ты сначала фюрис. Бог ввел первородного во вселенную и сказал, и да поклонятся ему ангелы божьи. Бог сказал, ангелы, вы еще много что не знаете. Те, конечно, конечно, ты каждый служил нам, что открываешь новое. Я даже не об этом, а о том, что у меня есть сын. Ну, мы все сыны твои, да, мы все рожили. Не, 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 это не то. А есть именно по-настоящему сын. Как? Единородный. Да. И вы его не видели еще. Не может быть. Кто же это? Кто он? Господи. И Бог сказал занавес. Иисус Христос. Тогда идут, тогда идут, тогда святые враги идут. И я хочу, Господь, вместе с ними, когда святые враги идут. Может, по другую музыку, не знаю, но под какую-то такую интересную музыку. Вышел Иешуа. Вышел Иисус. Иешуа, Иешуа, буквально Иегова Спаситель, или Господь Спасения Мое, Иешуа, или просто Иешуа, 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 Иешуа. Он действительно святой, и Он вошел во Вселенную. И я так подозреваю, что именно это послужило падением. Самое интересное, те, кто поклонились, исполнили Слово Отца, пусть это их ангельскую теологию как бы и меняло совершенно нашим образом, и не вмещалось в их старые представления, но они сделали в послушании Богу это. Поклонились. Ведь только лишь Богу поклоняйся. Но, я так подозреваю, первым бросил гитару в митинг прославления. Одним словом, как мы можем себе из Писаний образно представить, примерно треть всех небожителей отпала от Создателя. И вот эти, как мы их называем, черти или бесы, это те, кто отпадшие. Ну, одним словом, сатаниил, стал сатаной, и, как говорится, основал свою церковь уже. Мы в ту церковь, конечно, не ногой, все, кто за мной этот герой. И вот примерно треть небожителей отпала. И все, с того времени, чем дальше влез, тем злее партизаны, тем судьба их была более все печальной. Вот, но в сотворенном этом земном мире история повторилась. Два тысячелетия назад примерно то же самое было нашло, друзья мои. И да поклонятся Ему все, не только ангелы, но и, не только небожители, но и земля жителей, жители земли, поклонитесь Ему все. Ибо пред именем Иисуса Христа Бог дал Ему имя, дабы пред именем Иисуса Христа вся какая Ему преклонилась. Небесных, земных и преисподних, небесных поклонилась. Земных, ну, 50 на 50, сейчас как раз время такой разборки такой очень серьезной. Два тысячелетия, для кого-то камень предновидный, камень соблазна, для кого-то камень драгоценный, на котором строим свою жизнь. Я лично избрал его как камень драгоценным своим, жизнь свою строю на нем. Он есть основание мое, фундамент и глава. О, спасибо тебе, Господь Иисус, Аллилуйя, Иисус, Иисус, Иешуа, Иешуа, Аллилуйя, Иешуа. И слава тебе, Господи, за все. При исподних, но это дело еще будущего. Хотя уже сейчас преисподня слушается команды во имя Иисуса Христа, когда мы говорим бесам и бесам покидают одержимых, когда болезни уходят, когда грешники каются, когда это все происходит, Евангелие Царства распространяется, то мы видим, что уже и преисподня начала поклоняться имени Господа Иисуса. Хочешь, не хочешь, но имя Иисуса выше всех имен. И апостолы, те еврейские мужи, апостолы веры, ученики Христова первые, первопроходцы, вот эти вот такие, да, стахановцы христианской церкви, вот такие, вот, папанины такие, вот такие, как назвать их, ну, герои такие, которые впервые прошли, там, сделали что-то, достижение такое. Вот мы их называем апостолы Христовы, да, первые. Они сказали то, что сегодня мы, последователи уже их дальше, перенявшие эстафету веры, огонь веры, дальше говорим то же самое сегодня, спустя два тысячелетия, в нашей веке, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, как говорится. Мы то же самое говорим сегодня и исповедуем, что ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надряжало бы нам спастись. Аллилуйя. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Из города Киева, с часовни святого Иосифа, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жрублев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя. Аллилуйя.